Приветствую вас. Для начала нужно разобраться со всеми тонкостями того события, того процесса, который вы описываете. То есть, грубо говоря, если была прямая трансляция, как вы говорите в Инстаграме, и эта прямая трансляция позволяла вам написать сообщение, да, вот, то не очень понятно, почему вы не написали ещё одно сообщение, где сказали бы, что, ну вот, я там ошиблась, или я там, извините, пожалуйста, что, опечаталась, или что-то в этом роде, да, то есть, вы почему-то не сделали этого, вы почему-то не написали ещё одно сообщение, и у меня к вам возникает вопрос, почему, почему вы этого не сделали, почему ещё одно сообщение, ещё одно сообщение не написали, если вам плохо так было, ну, понимаете. Это, на мой взгляд, важный момент, и он, ну, как минимум, как минимум, довольно странный. То есть, я могу понять, что, вот, ваша любимая звезда, да, и вы очень хотели ей, значит, ну, очень хотели ей написать, и вы очень ждали, видимо, этого момента, да, вот, вот, и у вас появляется возможность ей написать, и тут раз, и вы, собственно, так оказываетесь в неприятной для себя ситуации. Я это могу понять, это, правда, неприятно, но почему вы не написали ещё одно сообщение? Вот, дальше, значит, смотрите. Вы написали слово «перекраны», да, «перекраны», если я правильно понял, может быть, вы хотели написать «прекраны» или «перекраны», вот, то есть, в любом случае, здесь не может быть никакого, даже завуалированного мапа, потому что, ну, никак, связаться, значит, с чем-то нецензурным, это нельзя. Если эта звезда сделала это, да, то есть, если она связала, то вы постарайтесь подумать о том, что заставило её это сделать, то есть, почему она интерпретировала это так, что вы пытаетесь её принять. Для чего вам, для чего ей это, как вы думаете? Ну, просто попробуйте воссоздать ситуацию. Вот, вы отправляете сообщение, да, отправляете текст, текст, она его, этот текст видит, да, она видит текст, она его как-то интерпретирует, да, ну, по-своему, и, соответственно, делает выводы. То есть, вопрос у меня к вам, вот, если человек, да, делает, ну, такие выводы, что, как вы думаете, с чем это связано? Как вы думаете, это проблема ваша, или проблема человека? Вот, вот, сами вы, сами, 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 как вы считаете? Ну, я уверен, что вы сможете это сказать, я уверен, что вы сможете это определить, я уверен, что у вас есть для этого все возможные возможности. Вот так подумайте, подумайте на эту тему, почему она отреагировала именно так, значит она, наверное, ожидает чего-то такого, свой адрес, значит она, наверное, ждет чего-то такого, что... Ну, что ее будут, например, оскорблять или унижать, она ждет, что ей будут завидовать и так далее. Так и вопрос возникает тогда, а чья это проблема? Знаете? Чья проблема? Вот в том, что она так это восприняла. Это ваша проблема? Или это проблема все же ее по большому счету? Дальше, значит, вы говорите, что вам плохо, да? То есть, ну вот, вы написали слово, ошиблись и вам плохо из-за этого. Значит, давайте, так, сначала, почему вам плохо? То есть, какие мысли у вас? Что чувствуете? Откуда эти мысли? Откуда эти чувства? Что лично для вас означает то, что звезда, ну, ответила вам так? Вот лично для вас, что это значит? Я полагаю, что вы по какой-то причине излишне ее идеализируете. И именно из-за идеализации этого человека вы испытываете такие серьезные трудности. Ну, то есть, испытывая потребность ее идеализировать, эту звезду, вы вместе с тем, значит, очень сильно мне нуждаются в ней, ну, вот, именно в этой фигуре. Вот. И здесь, соответственно, важный момент такой, значит, что назад, почему и как это стало возможным? То есть, откуда появилась необходимость идеализировать кого-либо? Откуда появилась эта потребность идеализировать эту, например, звезду? Что служит, ну, скажем так, основанием? Основанием для поддержки, для поддержания идеализирующего отношения. А, ну, к ней. Вот. Понимаете? Это важные вещи. Это важные вещи, на которые вам нужно ответить. О которых вам нужно подумать. И, которые вам необходимо для себя понять. Потому что, пока что, это очень сильно портит вашу жизнь. И, насколько я знаю. А идеализация и такая вот привязка к человеку, она не возникает из ниоткуда, на самом деле. У этого есть свои причины. И кроются эти причины в вашей жизни. То есть, грубо говоря, что-то, что-то в вашей жизни заставляет вас испытывать потребность в идеализации. Как правило, как правило, идеализация это побег, это избегание. То есть, грубо говоря, если вы что-то идеализируете, то вы, значит, что-то обесцениваете. И только в том, чтобы постараться вам увидеть, что именно вы обесцениваете в своей жизни. Что заставляет вас идеализировать эту звезду. Понимаете, где идеализация или обесценивание? Процесс, который происходит по сути, постоянно. То есть, это постоянный процесс, который происходит всегда. А идеализация, которая сама по себе является, ну, такой, знаете, я бы сказал, временной. Да, то есть, она может быть, может не быть, вот. Где идеализация происходит? Постоянно. Вам, именно вам, разобраться с тем, что вы обесцениваете, сперва. И только потом будет понятно, как перестать это обесценивать, например. И, как бы, автоматически, вместе с этим, тяготеть к тому, чтобы идеализировать какую-либо звезду. То есть, да, можно восхищаться. И восхищение, это хорошо. Но вы, явно, драматизируете ситуацию. Вы, явно, вовлечены в нее очень сильно. Вы, явно, склонны ситуацию демонизировать. То есть, видеть ее в пессимистическом свете. Вот. И, поэтому, вы можете, конечно, извиниться перед ней. Ну, то есть, будут, наверное, еще какие-то трансляции, которые позволят вам это сделать. Будут, возможно, еще трансляции. Но, извинения вам не дадут облегчения. Потому что этот конфликт, то есть, желание быть, ну, желание быть, например, ближе к этой звезде. Да? Оно ведь всегда есть. Да? Оно есть всегда и оно, ну, нуждается в постоянном удовлетворении. Ох, вот. Понимаете? И, соответственно, если вы, если вы перестанете ситуацию идеализировать до такой степени, как, в какой это находится сейчас. То вам будет, безусловно, безусловно, легче. Вам будет, безусловно, гораздо легче справляться с ней. То, что вы, вот, сможете, сможете ли вы, или не сможете вы, например, разобраться с причиной того, почему, ну, вы так идеализируете эту самую звезду. Это уже вопрос. И, на мой взгляд, на мой взгляд, сами вы с этим контекстом не справитесь. Именно сами. Вот. Ну, я также, в общем и целом, понимаю, что если вы не хотите, то, в общем, вас никто не заставит что-либо делать. Да? Вот. Поэтому тут только вам решать, если хотите, мы вам в этом поможем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!